Здравствуйте, это колонка главного редактора в студии Дмитрий Нечаев. Бельгийский писатель Поль Карвель некогда изрек, суеверие приносит несчастье. И вот в нынешней ситуации я даже и не знаю, что является первопричиной. Суеверие ли приносит несчастье, или несчастные склонны становиться суеверными. Но как бы там ни было, именно 13 апреля стало известно о беспрецедентном до сего времени росте числа инфицированных коронавирусной инфекцией в нашем регионе. Сегодня, 13 апреля, пресс-служба областного правительства, ссылаясь на данные оперативного штаба по предупреждению завоза и распространению коронавирусной инфекции, сообщила сразу о 44 новых случаях заражения в нашем регионе. Однако, это не повод для паники, и, как ни странно, это может показаться, у этой новости есть и позитивные стороны. Я сейчас поясню, о чем идет речь. Другой мудрый европеец, английский историк Генри Бокль верно заметил, что единственное лекарство против суеверия – это знание. Ничто другое не может вывести этого чумного пятна из человеческого ума. Так и есть. Для того мы и работаем для вас, чтобы вы обладали этим знанием подлинным и полноценным. Ну и вот, конечно, опираясь на него, решали, как себя вести и что делать в непростой ситуации. Итак, давайте разберемся. Из вновь заболевших 24 человека – это те, кто контактировал с людьми, у которых ранее был подтвержден коронавирус. А 9 пациентов – это медики, работавшие в московских клиниках, где сейчас разгар эпидемий. Сейчас все они изолированы, и им оказывается медпомощь. Определен круг контактировавших лиц. Установлено медицинское наблюдение, и проводятся лабораторные исследования анализов и санитарно-эпидемиологические мероприятия. Ну а сейчас, как обещал, о позитивном. По мнению специалистов, увеличение выявленных случаев коронавируса связано с ростом объемов лабораторных исследований, в том числе и в Тверской области, а также начавшимся обследованием медицинских работников. Кроме того, эти данные поступили за период, включая выходные дни. То есть это не суточный прирост, а почти за три дня. Но главное, что выявление инфицированных идет более активно, и эти люди более не являются скрытыми распространителями вируса. Кроме того, в больницах Тверской области оснащается 1300 коек для лечения больных с этой коронавирусной инфекцией. Ну и я напомню, что в регионе введен и действует запрет на посещение парков, детских и спортивных площадок. Жителям и гостям Тверской области рекомендовано соблюдать меры профилактики. Главное – это ограничить поездки в общественном транспорте. Пожилым гражданам рекомендовано продолжать оставаться дома и отлучаться только в магазины или аптеки, ну или для выгула домашних животных и выноса мусора. И еще поток граждан, возвращающихся из-за рубежа, заметно снижается. Но те, кто приехал, должны пройти двухнедельную самоизоляцию и позвонить на телефон горячей линии. Ее телефон – 8 800 3 3 93 72. Об этом напоминает пресс-служба регионального правительства. Ну и напомню, что согласно постановлению регионального правительства действия ограничительных мер в регионе продлено. Это касается, в частности, и детских площадок, о которых я уже говорил. Посещать их не рекомендовано, но особенно строго режим самоограничения действует и следует соблюдать пожилым людям. Выходить из дома им вот крайне нежелательно. Ну а если продукты и лекарства не могут доставить ваши дети или другие родственники, всегда можно обратиться за помощью к волонтерам. Заявку на волонтерскую помощь можно оставить по телефону. Я сейчас их назову. Запишите. 8 800 302 28 69. И еще один номер. 8 800 200 ровно 34 11. Ну а если у вас возникли замечания по соблюдению режима самоизоляции, или вы имеете какие-то предложения, а может быть вопросы, звоните на нашу прямую горячую линию. Ее номер 341 341. Берегите себя и своих близких. Несмотря на близость к регионам, где распространение инфекции идет с наибольшим в России размахом, нам пока удается избегать галлопирующих темпов. Более того, возможен и позитивный сценарий, и о нем мы еще расскажем вам обязательно. Но все здесь главное зависит от нас самих. Ведь главное, что нужно помнить, это то, что надежнее всех масок, респираторов, антисептиков, мазей, витаминов и даже имбиря с лимоном помогает самоизоляция. Не скучайте и до завтра.